Всем привет! Сегодня у нас с вами будет видео, посвященное образованию. Это будет некий апдейт о моей учёбе. Я сейчас вам расскажу, какие у меня планы появились на учёбу, потому что я сейчас на втором курсе, и у меня уже есть очень интересные мысли в голове по поводу моего будущего. И если это первое видео на моём канале, которое вы смотрите об образовании, то я вам очень советую посмотреть вот этот плейлист. В нём содержится некая предыстория ко всему тому, что я сейчас вам расскажу. Здесь ещё больше информация в образовании в Финляндии, о том, как я поступала и так далее, тому подобное. Что ж, давайте начинать. Я тут села и поняла, что уже фактически половина моего обучения на бакалавре закончилась. Всего мне нужно учиться 3,5 года на International Business факультете, чтобы получить степень бакалавра. Сейчас прошло уже почти 2 года, и мне осталось проучиться весь следующий учебный год и ещё половинку. Программа обучения на International Business состоит из, ну, просто вашего посещения лекций, выполнения каких-то заданий. Также из двух плейсментов, ну, то есть это internship, то есть это ваша практика. То есть вы устраиваетесь на работу, и это нужно сделать два раза. Также вам ещё нужно обязательно съездить по обмену, то есть exchange. Есть, конечно, случаи, что ребята заканчивали учёбу и без поездки по обмену, но это исключение. И последний момент это thesis, то есть ваша дипломная работа, по-английски это звучит как thesis. Так что вот такие составляющие моей учёбы. Могу сказать, что первый плейсмент я уже завершила, моя первая практика была проведена летом 2015-го. И всё, всё остальное у меня ещё только в планах на будущее, но о них я вам сейчас и расскажу. Exchange. Прекрасное слово, и все студенты очень-очень ждут своей поездки по обмену. Я вам сейчас хочу про него рассказать, потому что, вы знаете, он и вас касается в каком-то смысле. Потому что когда-то, поступив в Финляндию, Финляндия и учёба здесь, и эта страна, она как-то стала олицетворять мой канал. Большинство моего контента стало посвящаться в Финляндии. Ну а то, куда я поеду на Exchange, также станет каким-то местом, которое будет определять тематику моих видео и информацию, которой я буду с вами делиться. Так что вам тоже будет очень интересно, куда я поеду. Как, значит, это происходит? Вы подаёте заявку на Exchange. То есть, да, вы не просто выбираете, типа, я поехал в эту страну, я буду там учиться. Нет, вы подаёте заявку, и вас ещё должны принять и выбрать. У нас огромный просто список стран, куда можно поехать. Там есть и Америка, и Франция, и Великобритания, и Китай, и Норвегия, и Швеция, и Испания, и вообще всё, что угодно. И когда вы подаёте вашу заявку на Exchange, у вас есть, по-моему, 4 выбора места, куда вы хотите поехать. И вы можете выбрать 4 разных страны, например. Первое место, которое вы ставите, это ваш приоритет. То есть, это место, куда вы больше всего хотите поехать. И получается, что вы ещё проходите некий конкурс, потому что в какую-то страну вас могут принять, в какую-то не принять. Может быть, так случится, что вы не поедете, например, в место вашего приоритета. Отбирать студентов по, например, оценкам. То есть, ну, понятное дело, что вас не пошлют в какой-то топовый универ, если вы плохо учились здесь. Также ещё это зависит просто от загруженности университета, куда вы хотите поехать, потому что тот универ, он также и отправляет студентов на учёбу, и принимает. То есть, там просто может не быть физически мест для студентов. Эту заявку вы подаёте за год до вашего желаемого времени отъезда на Exchange. И в основном на Exchange ездят либо в начале учебного года, либо ближе к концу. То есть, это осень и весна. Допустим, если вы хотите поехать весной вашего второго курса на Exchange, то вы должны подать заявку за год весной вашего первого курса. И я запланировала поехать на Exchange в конце моего третьего курса, то есть, это следующий год весной. Я пока не могу вам сказать про все места, которые я выберу. У меня пока определён мой приоритет, моё самое желаемое место, куда я хочу поехать. Это Сингапур. И знаете, ваша поездка по отмену, это же такая возможность увидеть что-то новое, поехать учиться куда-то ещё. И я выбрала это место, потому что я решила, что я хочу, чтобы я выжила просто максимум от моего Exchange, а я хочу, чтобы та локация, куда я поеду, она мне просто снесла крышу. Да, я хочу этот и cultural shock, и просто не понимать, что происходит. Я действительно хочу чего-то настолько нового, мне это нужно как воздух. Многие люди, конечно, очень любят, например, всю жизнь сидеть на одном месте, они вот где-то обосновались, и так им комфортно, они сидят, допустим, в своей комнате, и всё. И я не говорю, что это плохо, просто некоторым так нравится, да, некоторые и так представляют свою жизнь. Но я, я хочу безумия, но проблема в том, что Сингапур это самое желаемое место среди всех студентов. Большинство хотят ехать именно туда. У всех, конечно, разные причины. И многие также, например, едут учиться в Финляндию, потому что они думают, что они здесь будут тусоваться, они здесь оторвались от родителей, и всё вот так. Но это ладно. Просто иногда бывает несправедливо, что кто-то едет за тем, чтобы потусить, а кто-то, кто искренне этого желает, он остаётся там ни с чем. И этим летом я уже узнаю, куда я пойду на эксченч. Я вам обязательно всё-всё-всё сообщу, как только узнаю. Дальше, не менее прекрасное слово, тезис. Ваша дипломная работа. Уже в начале моего второго года, то есть этой осенью, я пришла на учёбу и поняла, что я, в принципе, уже готова писать диплом. Я уже готова начинать какое-то исследование. Я уже имею определённый опыт в сфере бизнеса, и мне есть чем поделиться. И как только вы понимаете уже о ваших планах, то есть вы, например, знаете, куда вы хотите поехать на эксченч, вы знаете что-то о своей будущей дипломной работе, вы можете сделать встречу с вашим классным руководителем. У меня он называется Тьютор, и я пошла на встречу с Тьютором. Мы с ней всё-всё-всё обсудили. Я ей рассказала о моих планах. Она сказала, что супер, хорошо, дерзай. Она мне помогла с тем, как мне нужно приступать к работе над тезисом, потому что она должна начаться довольно рано. Я буду писать тезис этой осенью, но уже сейчас мне нужно кое-что предпринимать, потому что тезис включает в себя и исследование, и, сами понимаете, написание. Оно занимает примерно три месяца. Также вы проходите определённые семинары, защищаете ваш диплом. А ещё ваш диплом, конечно, должен пройти проверку. Она занимает, так ли, где-то пару месяцев. Но о тезисе подробно, я думаю, вам могу сделать прям отдельное видео. Когда я его напишу, я с вами поделюсь опытом и всем-всем-всем процессом. И учительница моя, она знает, что я снимаю видео на YouTube, и она мне сказала, что я мой диплом могу посвятить YouTube. Я, конечно, и думала, что я хочу, наверное, писать что-то в сфере онлайн-маркетинга, потому что мне это близко, как и хобби моё с этим связано, так и просто предмет мне этот интересен. Я действительно хочу, чтобы моя дипломная работа, она была посвящена тому, что мне очень нравится. Я хочу получать удовольствие от исследования на тему моего диплома. Я хочу получать удовольствие от процесса написания. Я хочу просто, чтобы мне было интересно. Пока точно не знаю тему моего диплома, но обязательно с вами этим тоже поделюсь позже. И к чему я это всё тоже говорю, что осень 2016-го, это будет очень, знаете, такое жёсткое время для меня, потому что у меня будет и учёба, то есть ты не перестаёшь, конечно, учиться, когда ты пишешь свой тезис. И, соответственно, работа над дипломом. Я, конечно, надеюсь, что мой канал от этого не пострадает, но, тем не менее, я уже заранее надеюсь на ваше понимание, потому что диплом — это, ну, сами понимаете, это ваш финальный проект, который завершает ваше образование. И да, кстати, вот очень странно, я говорю, что диплом — это работа, которая финальная, как бы ваш последний этап за ваше обучение, но я его пишу в ещё не конце, так сказать. Да, образование в Финляндии построено так, что вы сами можете управлять своим временем, вы сами выбираете, когда вы едете на Exchange, и вы можете писать тезис, в принципе, даже на вашем втором году. Это полностью зависит от вас. Здесь есть такие возможности, здесь всё может подстраиваться под вас, вы можете создавать своё собственное расписание. И от моих планов на будущее переходим к ситуации, которая есть сейчас. Могу рассказать, что второй мой курс закончится где-то в середине мая, у меня уже начнутся летние каникулы, потом, конечно, нужно будет заниматься моей второй практикой. Конечно же, перед концом учёбы в этом году мне ещё предстоят разные экзамены и так далее. Ещё хотелось бы отметить, что моя учёба, она, в принципе, на втором году уже идёт легче. Я стала себя с английским чувствовать намного увереннее, то есть какие-либо презентации, публичные выступления, также написание каких-либо работ, то есть, например, рекорды, задания, доклады. Всё это, конечно же, пишется в очень формальном стиле и используется такой официальный английский, непростой, разговорный, конечно же. И всё это тоже у меня идёт намного лучше, я уже намного быстрее пишу эти тексты, ещё и к экзаменам легче готовиться. Но, знаете ли, без вашего желания и без каких-либо дополнительных усилий никакого бы прогресса не произошло. Так что не думайте, например, что просто от факта того, что вы поступили на интернешнл бизнес и каждый день ходите в этот международный университет, у вас что-то, само собой, станет лучше. Так что ваши работы, ваши усилия, они не должны прекращаться. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то не забывайте подержать меня пальцем вверх. Пишите внизу в комментариях, какие ещё вопросы об учёбе в Финляндии вы хотели бы, чтобы я раскрыла. Может быть, следующее видео об учёбе, оно будет типа вопрос-ответ. Так что можете задавать ваши вопросы внизу. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой Инстаграм и на мой ВКонтакте. Там я выкладываю много-много всего в моей жизни. Будет очень приятно вас там увидеть. Желаю вам всего наилучшего и, конечно же, успехов в учёбе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!